всем доброе утро ну а точнее добрый день наверное если говорить о европейской части нашей планеты к четвертый у нас по моему до 4 день четвертый видеоблог я и даня зевс правда зевс у нас находится сейчас далеко у нас небольшое чп пропал интернет в номере не кабельный не вайфай ничего не работает только под дверью чтобы словить коридорный вайфай но и в итоге даня зевс я могу вам его показать находится вот там вот вдалеке и пытается как раз таки найти эти волны уловить сигнал и станет он скоро совсем уж вайфай человеком вайфай человек ну и соответственно поговорим о вчерашнем дне наверное в принципе денек выдался довольно таки простой ребята испытывали наверно маленькие трудности все таки с австралийской командой но вот на счете это не сказалось то есть ребята набрали в принципе уже настолько неплохую форму игровую если сравнивать со всеми командами то даже испытывая внутри коллектива или скажем так в своей игре какие-то трудности они все равно могут довольно таки легко обыграть команду уровня ренегатс бывшие в окс эминар чемпионы австралии принципе довольно таки средняя команда команда которая могла бы удивить но не удивило удивили вчера флипсайды они обыграли непов они большие молодцы непы я даже не знаю что теперь будут делать дело в том что в принципе шансов у них на проигрыш не было наверняка крайним сделают аллу или аллу плюс еще кто-нибудь я не знаю кто но явно не гитрайт явно мне кажется не форест хотя форест вот последнее время играет довольно таки плохо но опять же если брать во внимание скажем так все то что форест сделал да в кондер страйке 1.6 в кс гоу то в принципе этот парень может заиграть завтра послезавтра через неделю поэтому мне кажется отказываться от услуг фореста рано поэтому остается фриберг но фриберг говорят по статистике хорошо играет на протяжении там уже последнего полгода единственный игрок команды ниб который вот по статистике играет очень круто остается гзист и аллу может быть гзист скажем так был в начале капитаном потом взял капитанца гитрайт теперь опять гзист в итоге у гзиста как у капитана ничего не вышло потому что в принципе любое поражение команды можно списать как личное поражение любого капитана ну и соответственно гзист и алла возможно в зоне риска у нас находится у команды ниб как вчера сказал ваня эдвард ребятам нужно что-то менять кардинально причем то есть одного аллу выгонять мало или все-таки пережить то есть терпеть терпеть и тренироваться дальше мне кажется на я всегда любитель таких вот тяжелых вариантов я любитель таких вот тяжелых вариантов и соответственно мне бы хотелось чтобы все-таки команда ниб просуществовала в этом же составе и продемонстрировала всему миру что все-таки они могут еще стать чемпионами что еще не сказал то но насчет сегодня наверное сегодня последний финальный день полуфинал фрипсайт и соответственно финал украинская команда может быть финале то есть или фрипсайт или нами естественно даже не может а точно будет финале плюс cloud nine или anvia сейчас они как раз таки играют полуфинал пока я записываю этот видеоблог и буквально через 20-30 минут мы сами выйдем уже в зону проведения чтобы настраиваться подключаться и готовиться к игре карты с флипсайдами довольно таки необычные могут быть если флипсайды захотят пикать кобал но возможно они захотят пикать карту в принципе и мираж нами как всегда черкают кэш это для кого не сюрприз карты которые нами не играют но потом каждый выбирает по одной что вычеркнут флипсайды но в принципе там много карт которые не могут вычеркнуть в принципе трейн наверное да скорее всего вычеркнут фс и на даст тоже по моему они не захотят играть против команды navi ну там вариантов масса то есть тут в принципе даже можно и не анализировать потому что флипсайды тоже средне топовая скажем так команда которая играет хорошо довольно таки мало карт то есть там возможно инферно возможно мираж возможно кобал то есть три карты из семи они играют хорошо на всех остальных испытывают трудности нави естественно фаворит но опять же когда ты фаворит против команды которая обыграла нип с одной стороны якобы не фаворит потому что вроде как флипсайды обыграли нипов да но честно не бы в таком тилте так называемом находились вчера и ну просто не смогли из него выйти уже они вот взяли одну карту на второй проиграли и вот после миража просто смотришь на команду кстати я записал видео на интернет опять же у нас пропал и все выложить я не смог выложу уже а после турнира когда приеду наверно к себе во львов что-нибудь да выложу довольно таки интересные есть видосики ну или здесь починят интернет завтра с утра тогда постараюсь потому что не работает если они вай-фай не кабельный интернет ничего и кстати вот этот видеоблог я сейчас себе перекину на телефон и пойду в лобе заливать как-то так поэтому до новых встреч с вами был арсений треноженко и человек вай-фай покеда